Привет всем, кто смотрит Патти Тайм! Сегодня мы приехали на презентацию программы Work and Travel. Сегодня вы узнаете, как уехать в США или Канаду, как найти там работу, как путешествовать, зарабатывать деньги и, возможно, даже остаться жить в одной из этих стран. Обо всем этом в Патти Тайм. Будьте с нами! Компания Student Travel открыла новый офис. Он находится на метро Научной, улице Сераповая, 10. Этот офис рассчитан на студентов, которые учатся в Херре, в экономическом университете Минисемена Кузнеца, в Медине и в других вузах, которые ближат географически к метро Научной. Ребята с удовольствием приходят к нам. У нас новый ремонт, новый персонал, красиво, все четко. У нас есть и консультации о программе Work and Travel, и консультации о программе Work and Study Canada. Все наши ребята заточены на то, чтобы дать максимально положительную оценку студентам и этим программам. Ребят, сегодня на презентации Work and Travel собралось огромное количество людей, и я так понимала, что именно вы приложили к этому усилиям. Как вам это удалось? Мы вкладывали очень много усилий и времени в это. Мы подходили практически каждому студенту и агитировали его для того, чтобы поехать в Америку и прийти на эту акцию в первую очередь. Делеко не каждый день такое можно услышать на улицах Харькова. Также мы представляем акцию Student Travel Go. У вас будет возможность поймать нас на улице города, сфотографироваться с нами и выиграть бесплатную регистрацию на программу Work and Travel USA. Акция действует до октября. Поделись своим опытом, сколько времени ты провел в Америке, где работал, какие штаты посетил. Был я в Штатах на протяжении четырех месяцев, с мая по сентябрь. Работал я поваром, хорошо попутешествовали, приобрели в Штатах машину, посетили 10 штатов, то есть, по сути, объездили весь Запад. А что посоветую людям, которые хотят поехать в этом году, это, естественно, не бояться, верить в свои силы, все будет отлично. И я уверен, что каждый, кто поедет, будет впоследствии доволен и получит тоже ценный опыт и ни капли не будет жалеть. Участником программы может стать любой желающий. Программа открыта для студентов от 18 до 30 лет, в принципе. Еще необходимо большое желание посмотреть Америку, наверное, и прийти к нам в офис с паспортом и студенческим билетом. Сначала мы будем писать резюме, мы ребятам помогаем, затем они выбирают вакансию, которая им нравится, в зависимости от штата, в зависимости от вакансии. И мы проходим собеседование с работодателем. Выбирая вакансию, студент получает на руки рабочий контракт, где четко прописана его вакансия, его обязанности, его заработная плата, количество гарантируемых часов в неделю, в которой он будет работать, возможность овертаймов, то есть, работать больше, чем прописано в рабочем контракте. Я был в Штатах три месяца, и я работал на двух работах. Первая моя работа была основная по контракту, это дешвошер. Я работал в пиццерии, а вторая моя работа была официант в ресторане, и это была очень крутая работа. Естественно, хорошая зарплата. И после этого я попутешествовал, съездил на Ниагарский водопад, поехал потом в Вашингтон. Сонечка, оказывается, что по программе Work and Travel можно посетить не только Америку, но и Канаду. Вы сегодня об этом узнали. Расскажите, что для этого требуется? Думаю, что посетить Канаду будет намного интереснее, чем посетить Америку, если честно. Но в первую очередь нужно быть студентом, даже, вернее, уже выпускником. Это могут быть либо бакалавры, либо магистры, либо специалисты, либо вообще даже те ребята, которые уже закончили вуз. Но самый последний срок – это год после выпуска. По программе открывается студенческая виза, и по факту уже пребывания в Канаде, когда студент приезжает, ему дают разрешение на работу. Все легально, студенческая виза может продлеваться, вот когда студент находится там. То есть, если ребята решают остаться, уже связываются уже с Канадой, то как бы нет никаких проблем, мы им помогаем. Можно не просто поехать на летние каникулы, а остаться там жить. Да. Я провел в Америке почти 4 месяца, точнее, 3,5 месяца. Работал ее в штате Миннесота, рядом с городом Миннеаполис, на курорте. Именно точнее, я работал в ресторане помощником повара. Две недели путешествовал, посмотрел много чего, много всяких интересных мест, больших городов. Что впечатлило больше всего? Лас-Вегас. Это Лас-Вегас, это город развлечений. Город, тот город, скажем так, каким я представлял себе всю Америку. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok